Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты почему? Вы меня напугали. Напугал? Ну, почему напугал? Я ведь не страшный. Вы страшный, если неожиданно. Извините, конечно. Зачем бояться? Зверя надо бояться. Человека не надо бояться. Уже не боюсь. Помогите, пожалуйста. Подержите мне её. Ага. Вот так. Как же вы там спали? Холодно же. Да и жёстко, наверное. Постучались бы. Зачем? Зачем стучаться? Зимой надо стучаться. Афанасия знаешь? Афанасия? Так он сейчас придёт. Сюда. А он тут работает, чайную ремонтирует. Вы б сходили к нему. Там их дом. Знаете? Сюда придёт. Тут его подожду. Ну, как хотите. Да вы садились бы, чего зря стоять. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Ну, вот. День будет отличный. Опять. Почему мне так не везет? В мае здесь стояла замечательная погода. Помнишь? Ну, вот. Я ухожу в отпуск, начинается дождь. Приезжаю к морю, шикарный отель, спа, все такое. И там начинается дождь. Хотя за день до этого стояла отличная погода, светило солнце. Ужас какой-то. Приезжай сюда. Выхожу на работу, и вот тебе, пожалуйста, прекрасные деньки. Скажи, ты ждал меня хоть немного? Или совсем не ждал? Ну, ладно, можешь не отвечать. Это я так спросила, а от нечего делать. А все же денек сегодня будет чудесный. А пойдем сегодня на танцы? Ну, сейчас ты скажешь, что это безумие, что для танцев ты устарел. Ну, молчишь? Ты что, спишь? Ну и спи. Спать на это ты способен. Это единственное, что тебе не надоело. И если что, спишь? Ну, я не знаю, что это не североятное, что я не буду делать. Погнал «Симон» ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты чё тут делаешь-то? Спал, что ли? Отдыхал маленько. Кто тебе разрешил? Ну, а чё пришёл? Из тайги пришёл. Зачем? По делу пришёл. Знаем о ваших дела. Налишитесь, понимаете ли, вот и все ваши дела. А пришёл, так иди в гостиницу. Тут люди питаются, а ты грязь разводишь. Безобразие. Доброе утро. Ага. А где буфетчицца? Не волнуйтесь, сейчас пройдёт. Садитесь и обождите минуту. Опять опаздывает. А между прочим, уже десять минут девятого. И что? Ага. Здравствуйте. А здравствуй-ка, Илья. Здравствуйте, здравствуйте. Давно ты к нам не заявлялся. Да, давно-давно. Завтракать будешь? Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, тетя Аня. Здравствуй, Валентин. Две яичницы с беконом. Для олигарха. Опаздываешь, Анна Васильевна? Пораньше вставать надо. Ой, тебе я забыл спросить. Дисциплина, между прочим, для всех существует. Ты уж не первый раз. Систематически. Кстати, сигналы на тебя поступают. Да эти-то своими сигналами достал. Сейчас бы взяла и сбежала, куда глаза глядят. Да ты чё? Тебе чё, здесь плохо живётся, что ли? А чё хорошего-то? Куда ни повернись, тайга нас то вёрст. Вперёд, в любую сторону. Иной раз думаешь, так душно делается. Глупь, между прочим, рассуждаешь. Сейчас всё должно измениться. Ага. Комаров меньше ставят. Ой-ой-ой. Ты зря иронизируешь. Ты, кстати, буровые в Потеряйке видела? Да. Раз пошла большая нефть, значит, пойдут большие бабки. Вот. Да. Нос надо по ветру держать. Понимаешь? Вопрос решать. Ты лучше скажи мне, когда ты женишься? Уж я жду, жду. Твоё, между прочим, какое дело? Ну, как это какое дело? Ты б женился бы. Слава Богу, дома бы питался. Вот и дружил бы, так и дружил. Доброе утро. Чайная. Открылись. Ремонт. Идёт ремонт. Идёт ремонт. Заканчиваем ремонт. Заканчиваем. Ага. Работаем полный день, до десяти. Яйца свежие? Да. Всегда рады вас видеть. Доброго вам здоровица. Тоже, между прочим, безобразие. Ремонт затягивайте. Это меню у вас однопрасное. Котлеты вчерашние. Илья, иди сюда. Иди, садись. Ты когда пришёл-то, а? Ночью пришёл. Ночью. Ну, а чего ты не постучался? В доме места мало, что ли? Ах, дружок твой ковыляет. Идол безобразный. О-о-о! Кого я вижу? Здорово, брат, здорово. Здорово, Афанасья, здорово. А я уж думал, тебя и на свете нету. Ха-ха, вот так вот. А, обрадовал человек. Постарел. Постарел, брат. Ну, молодец. Долго живёшь. Илья, а ты когда жену-то похоронил? Прошлым летом или позапрошлом? Два лета прошло. С тех пор, значит, один? Старику-то мыслим, или, а? А домой неинтересно. Да, неинтересно. Анна! Анна, ну! Ну, шо, ну-то? Павел там проснулся? Встал твой Павел. Рожу свою бреет. Нахальную. На свою-то посмотри. Он свою хотя бы бреет. Объём сейчас говорить не будем, поняла? Ничего, сам начал. Анна, я тебе про Павла всё сказал. Пусть он уматывает. У него отпуск закончился? Всё. Терпеть его больше не намерен. На этом точка. Сейчас разговор другой. Ко мне друг пришёл. Слышишь? Я это… Не слышу и не желаю слышать. Ну, я тебе сказал, ну! Ну, что ты всё, ну-то, ну! Ну, ну! Запряг, что ли? Гостя принимай! Чего? Твой гость, ты его и принимай. Афанасий, 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 за чем шумишь? Не надо шуметь, Афанасий. Чего ты рассиживаешься вообще? Дело надо делать. У меня твой ремонт уже в печенках сидит. Анна, ты у меня сегодня с утра выпрашиваешь. Ни грамма не получишь, ни капли. Точка. Валентина! 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 Брось! Детством занимаешься! Забором присмотри! Да про баню не забудь! Будешь воду носить, смотри, чтоб куры в огород не попали! Ну, действительно! Ну, что ты все за этим палисадником? Ну! Ну, даром ведь упрямишься! Ну, твой он, что ли? Ходит народ поперек и будет ходить! Чего ты ее учишь? Учит все, учит! Чего ты учишь ее? Молодая девка! Хочет чудит, пусть чудит! Учит все, учит, учит! Я правильно говорю? Верно, Афанасий, верно. Однако, добрая девушка. Не палисадник и анекдот ходить. Кому он сдался поперек дороги? Ну, что ты, який счет! Валентина! Вообще, имей в виду, если эти безобразия будут продолжаться, я прикрую эту лавочку. Имей в виду! Человек ушел. Большой, однако, начальник. Кто, этот, что ли? Местный. Олигарх. Совсем богатый. Саны, вот эту чайную, напополам держат. Палатки у него. На рынке. А, строгие, однако. Строгие. Ты несешь? Куда там? Кожешь ты себя. Помочь мне. У тебя деньги есть? Деньги? Есть. Маленько. Ну, давай их сюда. Вот несовестно тебе, а? А тебе и тебе несовестно? Илья, не смей ему ставить, не смей. А не твое дело? Не слушай ее, Илья. Давай. Так нехорошо, так тоже нехорошо. Надо немного выпить. Угу. Ну, ты вот куда? Все заодно, а? – Алкоголики. – Давай-давай. На! Подавись. Ты возьми стаканы и поднеси по-человечески. И не подумаю. Вот ты сам возьмешь, и ничего с тобой не сделается. Я подам, тетя. Обойдутся. Сядь, Илья. Неси ее сюда. Сейчас. Тороплюсь. А я тебе говорю. Неси ее сюда. А я говорю, не дождешься. Да будет вам, тетя Ань. Ну, твое какое дело. У тебя нет другого, что ли? Пол девятого уже. Он следователь. От аптекарша спускается. Давай, давай, шевелись. Люди скоро завтракать придут. Ладно. На, на, на. И больше не получите. Вор! Держи вора! Он у меня под одеяльник украл! Слушай, что за шутки? Да какие уж тут шутки. Крадешься, как вор. А ты как хотела? Чтоб мы в обнимку ходили? Это ты такой старомодный или меня стыдишься? Ходишь от меня по этой лестнице уже третий месяц. Ты думаешь, в Чулимске остался хоть один человек, который тебя тут не видел? И что? Может, нам теперь рассветы встречать здесь? На крыше? И оденься попроще. Скромнее. А? Ладно, ты иди. Я, кажется, деньги забыла. Да, и не оставляй больше у меня эту штуку. Здрасте. 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 Ну, давай, за встречу. Да, будем. Илья, а дочь-то твоя где? Ну, где живет-то? Дочка? В Ленинграде была. Не знаю где. А письма-то пишет? Нет, не пишет. Беда это. Беда. Не важны твои дела, брат. Не важно, не важно. Зверев такие стало мало, руки стали болеть. Не важно. А пенсию? Не дадут? Пенсию? А сколько тебе лет-то? Шестьдесят. Было. Давно было. Петька Зангеев давно получает. Петька Зангеев. Ты с Петькой-то себя не равняй. Петька же зарплату получал. Он всю жизнь от этого, от лесничества проработал. Ну, а что, Илья, что ли, не работал? Работал? Работал. Проводником у геологов работал. Сорок лет работал. Документы у него есть? Справки у тебя есть, что ты у геологов работал? Есть у тебя? Ну, ты давай книжка. Есть? Что? А если нет, значит, ты и нижний пенсию. Понял? Ну? Долго, барышня, спишь? Пади, сны все досматриваешь. Ладно, Анна Васильевна, не острите. Простокваши есть? Есть простокваши. Булочки вчерашние. Я, Афанасий, работал. Ты же знаешь. Да я-то знаю. Со мной пойдешь, расскажешь. Разве не поверят? Илья, ну глупый ты человек, ей-богу. Тебе пенсия оттуда вон причитается. А здесь ты ее не жди. Здесь тебя не обломится. Да сперва надо толком все разузнать. Ну. Илья, и не пил бы ты больше, а шел бы в собес. Или куда-то. И тебе то же самое. Не грех бы остановиться и об работе подумать. Доброе утро. Владимир Михайлович, ждем вас, ждем. Валентина, одну яичницу. Да. И чаю? Вот и правильно. Не то что эти. Вон, ни свет ни заря уже запузыривает. Не рано ли? Вы-ка знаете. А нам не рано. В самый раз. В таком случае, Анна Васильевна, стаканчик винца. Владимир Михайлович, ну вы-то что же? Винца. Винца. Не более того. Ну. Винца. Зина, может… Спасибо. Так-то, брат Илья, в собеседство, конечно, сходи. Но на пенсию между нами, говоря, не рассчитывай. Давай пока лучше выпьем. Для любовь. Без обмана. Я к вам присоединяюсь. Владимир Михайлович, а тут такое дело. Вы в курсе, наверное? Что, Анна Васильевна? Вот человек у нас. Еремеев Илья. Он за пенсии пришел. Ему шестьдесят лет было давно. Он всю жизнь у геологов проводником проработал. А документов нет. Ни справок, ни трудовой книжки, ничего нет. Вот что тут делать, а? Это вы, Еремеев? Еремеев. Ивенка по национальности. А, Ивенка, Ивенка. Ивенка? Ну, только что фамилия русская. Ну, крещёный он. Ну, паспорт у него, надеюсь, есть. Паспорт есть. Да. Что ж, в таком случае надо взять с места работы справки и… А где же их взять-то? Геологи-то все уже давно разъехались. А кто и помер? Ну, не знаю. Существуют же архивы. Придется вам в это дело углубиться. Кому углубиться? Ему углубиться. Ничего не поделось. Придется поесть и похлопотать. Неужели ничего нельзя сделать? Не знаю. Я тоже хочу на пенсию. Не знаю. Спасибо. Не до жареной, как ты любишь. Наша кухня делает успехи. Давай, Илья. Живы будем, не помрем. Помрем, помрем. Так. Ну, все. Закрылась, Славочка. Немется тебе, да. Хватит выпивать, я сказала. Дай бутылку. Не трогайте меня. Так, все. Печенок спел уже. Выпивка-то. Куда ты едешь сегодня? Что там новенького, хорошенького? Одно и то же. Горбанулик у вас в сводках потеряй. В табарсуке. Токтористы и билжин. За что? Угу. Как нам тут сообщили за не тактичное поведение. За что? Наверняка из древности. Безумно, когда все это кончится. Ну, знаешь, если бы все были такими благоразумными, как ты… Безумно. Тогда, может, меня отпустили бы на пенсию. Не подерутся они там? Вполне возможно. А знаешь, почему у них так? Почему? Она его любит. И он ее тоже. Они любят друг друга, как в молодости. Только бы они друг друга не убили. В последнее время они что-то чересчур сверствуют. Это потому, что здесь Пашка. Ты знаешь, что Афанасий ему не отец? Представляешь, до сих пор не может ей простить. До сих пор страдает. Разве это не любовь? Скажи. Что ты хочешь от меня? Я? А как ты думаешь? Чтобы я на тебя женился? Возможно. Но не это главное. Не знаю, мне такое впечатление, что ты хочешь от меня чего-то невозможного. Что-то случилось? Что-то случилось? Что-то случилось? Ну, спасибо тебе. Умеешь ты выразиться деликатно. Здрасте. Добрый день. Ну, да ладно. А пойдем сегодня на танцы? Куда? По Теряеху или в Ключи? Там сегодня танцы. По Теряеху в Ключи? Ты шутишь, правда же? Почему? До Ключей семь, до Потеряехи пять километров. Отличная прогулка. Пять туда, пить обратно. Десять километров. Алкоголики, а? Дров наколол? Наколол. Баню сегодня протопишь. Пусть инвалид протопит. Я говорю, ты протопишь. Не слышь? Ты протопишь! Ну, ладно, ладно. Там видно будет. Дай покурить спокойно. Хочешь сказать. Ты покурить сюда пришел? Денек сегодня будет. Законный денек. Не твой. Денек, Павел, не твой. Ты надумала? Чего? Чего я тебе говорил? Ну, разговор наш помнишь? Разговоры? Это про чайную, что ли, продать? Вот что удумала. Ты пойми, мать, чтоб в бизнес вложить, надо чего-то иметь. А что ты имеешь с этой чайной? Ну, Паш, какой бизнес в Чулимске, а? Ну, не скажи. Городские давно примериваются, как бы здесь развернуться. Хана старому Чулимску. Не то ты говоришь, Павел. Сынок, не то. Говорят, ты был совсем другим человеком. Не таким, как сейчас. Жена, говорят, у тебя была чья-то там дочь. И очень красивая. И вообще, ты процветал. Ну, так говорят. В общем, в городе я встретила одну знакомую. Ларису из Горздрава. Знаешь такую? Не помню. А она тебя помнит. Оказывается, ты разъезжал в солидной иномарке. Она так сказала. У него было все. Чего ему только не хватало, не вынимаю. А еще она сказала, он бы далеко пошел, если бы не свалял дурака. Это ее слова. Что с ним тогда стряслось? Не понимаю. А мне кажется, я знаю, в чем дело. В чем? Год назад чей-то сынок на машине по пьяни сбил ребенка. Было такое? Девочка осталась калекой. Тебе поручили это дело. Верно? Никто не думал, что ты захочешь его посадить. Слишком высоко стоял его отец. Он сейчас высоко стоит. И у тебя ничего не получилось. Суд перенесли, следствие передали другому. Но ты, говорят, на этом не успокоился. Он уперся, как бык. Не знаю уж, кем он себя вообразил, но он тронулся. Это точно. Он ушел от жены. Нигде не показывался. Одеваться стал кое-как. Короче, совсем опустился. Ты ее не припоминаешь, Ларису? Глаза у нее такие. Волосы черные, крашеные. Что еще? А, ногти. Вот ногти у нее чудные. У них там у всех чудные ногти. Так что тогда произошло? Мне просто указали на мое место. А я думаю, ты добивался справедливости. Допустимо, что из этого? Это здорово. Это безумие. Между прочим, суд состоится на днях. Я получил повестку. Да? Кое-кто в городе надеется, что я прям чувствую, да и буду на этом суде выступать. А ты? Ты поедешь? Мое выступление ничего не изменит. Ничего, ровным счетом, ничего. А раз так, значит, оно никому не может. Мое выступление. Ты в этом уверен? 99 процентов. Один процент остается. Один против 99. Это шанс для умалишенных. И оставим этот пустой разговор. Ну, как хочешь. А знаешь, что сказала Лариса, когда узнала, что ты здесь? Я надеюсь, он очень постригся в монахи. Вспомню. У нее здесь маленький бриллиант в каранке. Когда она смеется, бриллиант блестит. До сих пор блестит. Сону-сону. Не глупая баба, но подлая. Долго, что ее вспоминал. Ну, ладно. Пойду в свою аптеку. Сону-сону. Сону-сону. Когда увидимся? За ужином? Да куда я оденусь? Вообще, тебе нужно, Павел, уезжать. Вот, в гости называется, приехал к матери родной. Ты меня гонишь, что ли? Не гоню. А пора тебе. Отгулял своё. Где она? Послушайся, Павел, матери уезжай. Пустое твоё дело. Обижаешь мать. Помочь бы могла. Чем? Кому ты и нужен. Кроме меня. Ну, че ты тебе поможешь, а? А не поможешь, значит, не мешай. Здравствуй, Валентина. Здравствуй. Для дежурной? Для Шаманова. Жду машину в Тобарсук. Скоро? А когда? Скажи им, пусть подъедет чайный. Жду его здесь. Скажи, пусть поторопится. Погоди. Че ты как неродная? Пусти. Выйдешь вечером? Нет. Ты не торопись, ты подумай. Я тебе уже сказала. Пусти. А я тебе скажу, Валь, зря ты вертишься. Никуда ты от меня не денешься. Пусти! Послушай-ка, нельзя ли полегче? Че такое? Я говорю, нельзя ли полегче с девушкой? А че такое? Че тебе не нравится? Не, серьезно. Чем ты недоволен? Я разговариваю с девушкой, а ты че, недоволен, что я с ней разговариваю? Да я доволен девушкой, недовольна. А че ты волнуешься? Кто ты такой? С какого боку? Павел, Павел, ты как с людьми разговариваешь, а? Учни, следователь, к Валентине ты больше не касайся ни под каким видом! Я тебе серьезно говорю! Однако, маленько налей. Нет, нет, все! Все ни капли, и точка! Ну не твои же деньги! Че ты? Я сказала, хватит! Все! Не получите больше! Обслужить клиента я не хочу! Эй, деятель! Выйди из буфета по-хорошему! Что? Афанасий! Павел, помолчи! Афанасий, выйди! Ну, выйди! Это? Ты мне? Щенка своего позвала? Думаешь, поможет? Афанасий, выйди! Не то че? Афанасий! Афанасий, перестань! Налью я тебе, налью! Да куда ему наливать? Хватит! Налил с утра пораньше! Ну и че? И че дальше будет? Паш, ну я тебе, я тебе сказала, пойдем! Ну че? Ну че? И че? Подзаборник! Павел, Павел, молчи! Хватит! Не надо! Ну давай, десантура! Покажи! И че? Паша, хватит! Афанасий, сосиски! Афанасий, сосиски! Бери его от меня! Да не дрогай его! Афанасий! Афанасий, я тебя научу! И че будет? Нет! 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 Как Родина! Как Родина! Любить! Паша! Да пошел он сама с ним возись! Паша, помоги! Паша, давай уведем его отсюда! Ладно, мать, не мешай! Ой, Паша! Ай да вот так! Паша! Осторожненько! Ага, башкой его не долбани, Паша! Беселенько, утро, ничего не скажешь! Погоди, мать, не гунди! Отцепись от меня, зараза! Валентина! Вот я все хочу тебя спросить. Зачем ты это делаешь? Вы про полисадник? Зачем я его чиню? Да, зачем? Ну разве не понятно? Меня все уже спрашивали, кроме вас. Я думала, вы понимаете просто? Нет, не понимаю. Я чиню его для того, чтобы он был целый. Да? А мне кажется, что ты чинишь полисадник для того, чтобы его ломали. Я чиню полисадник для того, чтобы он был целый. А смысл? Стоит кому-нибудь пройти и… И пускай. Я починю его снова. А потом? И потом, до тех пор, пока они не научатся ходить по тротуару. Напрасный труд. Почему напрасный? Потому что они будут ходить через полисадник всегда! Всегда? Всегда! А вот и неправда. Некоторые, например, и сейчас обходят по тротуару. Неужели? Ну, вот… Вы, например. Я? Ну, не знаю, не замечал. Во всем случае, пример неудачный. Я хожу с другой стороны. Ну, и с этой-то вы тоже ходите. И всегда вокруг. Да? Значит, мне лень нагибаться. Нет, Валентина, ты зря стараешься. Неужели вы не понимаете, что если махнуть на эту руку и ничего не делать, то через два дня растащат весь полисадник? Так оно и будет. Неправда. Увидите, они будут ходить по тротуару. Ты возлагаешь на них слишком большие надежды. Да нет же. Они поймут. Вы увидите. Должны же они понять в конце концов. Я посажу здесь маки и так, да? Маки? Маки. Валентина, напрасный труд. Это не работает. Маки. Угу. Да, привет. А что такое? Знаю, получил повестку. Ну да, тот самый процесс. Начальство беспокоится. Ну, можешь его успокоить, я не еду. Там уже все решено, с меня хватит. Слушай, здесь рядом девушка, и я не могу тебе сказать всего, что я об этом думаю. Девушка? Да, интересно. По-моему. Взвешно, как это ни странно. Успокойся ты и в отцы годишься. Ну, привет. Да, жду машину. Валентина. Оказывается, ты красивая девушка. Не понимаю, как я раньше этого не замечал. Валентина. Да брось ты эту калитку. Ну, что там, помочь тебе? Если хотите. Подержите ее. Держу. Да, так. Да не опускай голову, ты же не видишь, что делаешь. С этой калиткой не так-то просто. Другой раз легко, а сегодня что-то не получается. Угу. Да. В самом деле, странно сегодня утро. Вижу тебя целый год, я только сейчас разглядел по-настоящему. И я должен тебе сказать. Не надо. Ты лишаешь мне слова. Почему? Потому что вы надо мной смеетесь. Смеете? Нисколько. Ты красивая, Валентина, и что в этом смешного? Ну, вот и уже покраснела. Я давно не видел, чтобы кто-нибудь краснел в этой стране. Сколько тебе лет? Семнадцать? Восемнадцать. Да. А почему ты не в городе? Твои сверстники, по-моему, все уже там. Да, многие уехали. А ты почему осталась? Осталась. А разве всем надо уезжать? Ну, раз ты осталась, значит, есть какие-то причины. Значит, есть. Я слышал, тебя отец не отпускает. Это правда? А вам не интересно. Послушай, Валентина, ты замечательная девушка. Всего тебе на лице все твои тайны. Ты не уехал, потому что влюбилась. А в кого интересно? В вас. Музяйчечка… Ты серьезно? Вы слепой, но не глухой живы. Я не сказала бы никогда, вы сами начинали. Откровенно говоря, ты ничего хуже не могла придумать. Ты словно девочка-то прелесть, но то, что ты сейчас сказала, выкини с головы. Это считаешь вот и безумие. Забыть и никогда не вспоминай. И вообще ты мне ничего не говорила, а я ничего не слышал. Вот так. Я не сказала бы никогда, вы сами начали. Я пошутил. Валентина, постой. Только этого мне не доставало. А где же, а где же твоя машина? Сидишь тут бедненький один, скучаешь, развлечь тебя некому. Наши окна напротив, так что извини. Надеюсь, тебе хорошо было, Вина? Прекрасно. Только вот не слышно ничего. Ну и как? Да, вот так. Слово за слово. Незаметно. Кое-что выяснилось. А раньше ты этого не замечала. А ты замечала? Ну, выяснилось. И как оно тебе понравилось? Она милая девушка, разве нет? И я жалею, что не замечала этого раньше. Кроме того, она напоминает мне мою первую любовь. Я серьезно. А вот у вершинника все. Вот оказывается, она уже в меня влюблена. И что? И как потом все это называется? Не пойму сейчас. Над кем ты издеваешься? Судьба другим словом не назовешь. И она говорит мне, дерзай, старик! У тебя еще не все потеряно! Вот она говорит, тебе тот самый случай! Лови! Уже другого не будет! И что дальше? Известное дело, я был дарил судьбу. Хватай девчонку, и начинаю новую жизнь. СМЕХ Тебе это устраивает? А тебя? Зин, ты что, дура? Ну, в самом деле, мы с тобой знаемся, мне кажется, уже тысячу лет! А ты ведь совершенно меня не понимаешь! Ну, совершенно! Ну, скажи на милость, чего ты сюда прибежала? Зачем? Что такого ты здесь увидел? Что у меня может быть с этой девчонкой? Ну, чем ты, черт, меня повери? Похож я на влюбленного! Ну, чем я тебя спрашиваю? Похож я на меня хоть чем-нибудь! Боже мой! Что за радостный ветер? Кто сегодня с вами? Что вам от меня надо? Я ничего не хочу! Абсолютно ничего! Единственное моё желание, чтобы меня оставили в покое все! И ты тоже! Ты прежде всех! Расхакуйся, пожалуйста! На тебе лицо нет! Ты не заболел! Уйди, Зина! Я уйду, уйду! Уйди, я тебя прошу! Уйду! Уйду! Хоряк не подбираешься! Я ж тебя предупредил! Может, ты не понял! Нет, пока ещё не понял! А я тебе говорю прямо! И притом, последний раз говорю! Увижу тебя с ней и будем не поздоровиться! Угу! Последний раз предупреждаю, а там убью! Понял? Убьёшь! Убью и не посмотрю, кто ты есть! И чё там у тебя на ремне прицеплено? Убьёшь! А чё, думаешь, пушки твои постесняюсь? Доплевал я на твою пушку! Ну что пушка? Вот она! Убьёшь! А то ещё не убьёшь! Напугаешь только! Или чё добру покалечишь! Или убьёшь! Надо будет! Обойдуйся без него! Поленом, что ли? Нет, милую! Поленом это вульгарно! Поленом я не согласен! Брось, следователь! Я тебя предупредил! Ты меня понял! И учти, давай разойдёмся добром! Слышь! Шуруп по чердакам бомжей ловить! Знай своё место! Как ты сказал? Ты слышал? Неудачник! Приземлили тебя в этой дыре! Так веди себя правильно! И учти, этот разговор последний! Если увижу! Увидишь! Сегодня же ты увидишь! Брось! Мы встречаемся здесь в десять вечер! Мы с ней давно встречаемся, ты опоздал! Заткнись! Ты зря старайся! Ты ей не нужен! Она любит меня! Если тебе говорят… Тебе не видать её, идиот! Как ты не понимаешь? Никогда! Стреляй! Ха-ха! Положи на стол Теперь на меня Осторожно, осторожно Стоп Пошел вон �납 П裹им Нар Trading Очистит В картофель СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА